Для начала я бы хотел, чтобы братья рассказали немножко о себе, о том, из какой они семьи, какая у них семья теперь, когда они вообще пришли к Богу. Это будет коротко, поэтому попросил бы тоже, чтобы компактно так. Сергей Степанович, пожалуйста, мы начнем с вас. Меня зовут Сергей Степанович Литвинко, мне 51 год, сейчас я являюсь служителем в церкви в Заславле, также у нас брат, я несу служение заместителя старшего пресвитера и являюсь координатором сиротского служения. Я родился в обычной атеистической советской семье, в 12 лет со мной произошел такой случай, когда я начал тонуть, я просил о помощи, просил своих друзей, они думали, что я их разыгрываю, кричал, мама, мама была далеко, не слышала, и я кричал, Боже, помоги, Боже, спаси. Прибежал человек, рыбак, он меня спас, но при этом потерял свои дорогие джинсы. На который я обратил внимание, когда проходил и видел его, и он увидел, что у него такая потеря, увидел меня, говорит, ну ничего, главное, что ты спасен. Вот для меня было тогда уже ясно, что спасение не бывает без жертвы. Спасибо. Иван. Меня зовут Лавшук Иван, я один из пасторов Церкви Святой Истины Минской, я покаялся в 14 лет, но до этого, предшествовало этому в 12 лет, мой двоюродный брат на меня во многом повлиял. Он мне, мы были в гостях, и вот ночевали у него, и он мне в красках рассказал книгу Откровения вечером, и говорит, ну если хочешь, помолись Богу. И я помню, так помолился, Боже, если ты есть, знай, что я в ад не хочу. И после этого вот Бог начал действовать в моем сердце, и я вот с 15 лет принял крещение. Родители верующие были? Нет, семья у меня также атеистическая, и до сих пор мама с папой до сих пор еще не в церкви. Спасибо. Алексей. Добрый день, ребята. Меня зовут Алексей, мне 46 лет, женат, и у меня замечательная семья. Бог благословил детьми. У нас в семье 8 детей. Я всегда говорю, у нас полный привод, 4 на 4, 4 сына, 4 дочки. Я сам родился в неверующей семье, мои родители до сих пор вне этого. Сейчас на сегодняшний день только мама осталась. Папа уже ушел в вечность. Я обратился впервые к Богу в 19. Мне еще только исполнилось в Бресте, когда в госпитале был. Потом я, скажем так, обновил свое обещание, данное Богу. Уже в Гродно, уже в Гродно обновил. И в 21 год. И с тех пор с Господом. С тех пор с Господом. И слава Богу, на сегодняшний день ни дня не сожалел о том, что я сделал такой выбор. Здорово. Вы все пастыря. Сейчас молодежь, наверное, больше думает о том, как бы получить престижное образование. Как заработать и где заработать хорошие деньги. Служение, оно остается, ну, где-то, может быть, либо в сторонке, либо совсем позади. И, ну, это не совсем престижно. Да? Правда же, молодежь? Или престижно служить Богу? Престижно. Слава Богу, на самом деле это престижно. Во сколько вы лет задумывали или задумались серьезно тем, что я буду служить Господу? Я посвящу свою жизнь Господу. Когда это было, Сергей Степанович, когда это у вас было? У меня это было в 21 год. Я служил в вооруженных силах, советской армии. Потом пришел, была белорусская армия. Я поступил и был военизированным пожарным спасателем. Мне нравилась эта работа. Пожар, люди, переживания. Я делаю определенные вещи в команде со всеми. И есть хороший результат. Люди так, особенно вот дети, с восторгом смотрят и спрашивают о настоящей пожарной. Когда я пожелал учиться, я учился в духовном заведении. Я написал заявление об увольнении и пошел учиться. И когда вот приехал в эту церковь, здесь видел молодой человек, такое стихотворение красивое и так хорошо рассказывал. Я тогда был на миссионерском факультете библейской школе. И так подошел к нему и говорю, кем ты хочешь быть? Я хотел услышать, что он скажет, миссионером. Он говорит, доктором. Я так разочаровался. Но он меня успокоил. Ну, если не поступлю, тогда миссионером. И вот прошло столько лет, я закончил наше духовное образование. Братья предложили мне открывать церковь. Вот уже больше 20 лет я в этом. И Господь так благословил, устроил и явил свою милость и благодать, что я ни на минуту не жалею, что когда-то Господь коснулся меня, и я пошел на этот особенный благословенный путь. Было нелегко, но было радостно и благословенно. Вот побудило меня еще к тому, когда я был студентом семинарии, один наш преподаватель Билли Страйкин, иллюстрировая библейский текст, рассказал свою историю, что у них в семье воспитывался ребенок-сирота, и потом королевская служба приехала и забрала его. Так печально, вот ничего не объясняя. И через много лет, когда он с евангелизацией ездил по Британии, к нему в отель принесли письмо, где было написано, мой муж говорит, что вы его отец, если вам это интересно, приедьте, пожалуйста. Он приехал, хороший район, хорошая машина рядом стоит, дом звонит, и там уже повзрослевший тот ребенок, который воспитывался в его семье. Он рассказал, что ту семью интересовали только деньги. Когда ему случилось 18 лет, на вопрос, что тебе подарить, он сказал, чемодан, собрал вещи и уехал. И то, что он видел, как к нему относился вот этот наш брат-служитель, как с детьми это помогло ему состояться как личность, он стал христианином, и я слушал это, и так в сердце своем говорю, Господи, вот, чтобы что-то подобное и мне. И знаете, когда мы что-то желаем, такое сокровенное, и то, что угодно Господу, Господь это благословляет. Поэтому не стесняйтесь желать что-то для славы Божьей. И Господь благословит. Спасибо. Иван. Тоже приблизительно в этом возрасте, в 20 лет был в Америке, посмотрел, как там, ну, хорошо, и была возможность остаться, но подумал, лучше я 70 лет в Беларуси отмучаюсь, Господь потом воздаст, послужу белорусскому народу. В общем, приехал, вернулся, и такой чувствовал Бог, на самом деле, ты серьезно? Хорошо, давай. И вот оно пошло, пошло. Помню, ну, я сразу работать пошел, ну, я имею в виду, что получил образование и устроился на неплохую работу. Но в 26 лет сказал Богу, что, ну, жизнь проходит, а в чем смысл? То есть что для тебя, как вообще, в чем полнота? И через год, я помню, мы сидели в конце сезона, мы продавали стройматериалы, и мы сидели уже замученные и узнали, что там учредители выиграли гонку на яхтах. И мы вот считаем, сколько кто там кубок километров чего продал, а кто-то там, вот правая руля, там, дальше вартовый. И я понял, что, ну, это точно не то, чем я хочу всю жизнь заниматься. А что? А это люди. Люди, понимая, что они живые, и они бессмертные души, и хотелось бы в них вкладывать. Еще такой момент. Тогда, когда мы работали в компании, то мы, ну, должны были продавать, рекламировать именно вот то, что компания производила. Но это было не всегда самое лучшее. Но Евангелие – это то, за что не стыдно. Это самое лучшее. Поэтому, ну, я понимал, что если что-то и, ну, продавать условно, да, предлагать кому-то что-то, то это то, в чем я буду уверен. Такая история. Доброго. Алексей. Наверное, я сейчас коснусь той части молодежи, которая сегодня несовременна. Я до 19 лет жил в деревне, и я никуда не выезжал. Я дальше деревни нигде не был. И ни в Америке не был нигде. И по сей день, честно скажу, я не мучаюсь. Вот. В Белоруссии. Я не хочу брата огорчить или обидеть. Ни в коем случае. Да. Я хочу сказать, что я сегодня молодежи говорю, что я после школы учился больше, чем я учился в школе. Бог усмотрел для меня такую возможность. Когда я после армии поступил, первое образование у меня строительное ПТУ было, я когда поступил, первую сессию я был, скажем так, ну, скажем, библейским языком неверующим, на вторую я приехал уже, имея правильное отношение с Богом. И когда я начал рассказывать, я самый молодой был в группе, сказали, что баптисты, они вообще, извиняюсь за выражение, тупые и кроме Библии ничего не знают. Такая была ревность. Я так помолился, Господи, даруй такой вот силы показать им, что христиане все-таки же это умные люди, потому что те, с кем я встречался, были очень умными людьми. Ну, мне пришлось напрягаться. Все сессии, у меня в первой сессии было две четверки, и мне пришлось сильно напрягаться. Я закончил с красным дипломом. Слава Богу, да? Слава Богу. Это было доброе такое свидетельство. Поэтому хочу сказать, что разные моменты бывают. Надо учиться, надо это использовать для того, чтобы Господь прославился. Я думаю, что вам было не совсем легко. Думаю, что, может быть, трудности какие-то были, наверняка были трудности. Может быть, чем-то пришлось жертвовать в своей жизни. Бог желает, чтобы мы жертвовали чем-то ради Него. Что это было, и стоило ли оно того? Самая простая вещь. Возможно, ваши родители с этим сталкивались. Был период в нашей стране, когда хорошая была социальная поддержка. И мне звонят и говорят, Сергей Степанович, у вас столько детей, у нас многодетная семья. Да. Вы нуждаетесь, и вы можете получить квартиру. Я так обрадовался, говорю, ну да, хорошо. Но вы ее не получите, потому что у вас есть здание, здание церкви, оно записано на вас. Говорит, так что вы не переживайте, вы не получите. Думаю, чего она тогда так звонила? Ну, нет, так нет. Вот. И даже наши верующие, они получали квартиры, так вот и радовались. А у нас, мы живем в церкви, как бы это и ваше, и не ваше. Но Бог так дал, так повел, что у нас сейчас есть дом, и у нас есть церковь отдельно, и дом, как мне кажется, это немного лучше за квартиру, там больше места. Вот через это вот Бог показал, что Он не оставляет своих детей различными путями, через различные обстоятельства. Он желает видеть, чтобы мы были и верными, и доверяли Ему. Спасибо. У нас была такая ситуация, в 2013 году там был пик успеха в компании. Уже там, ну, мечта среднего белоруса. Там хорошая зарплата, кофе утром, уже я не продавал, черновую работу не делал, там близко. Все было хорошо. И вот я помню, в 2014 году такая мысль возникла, вот это последний твой год в компании, думай, чем ты будешь заниматься. Сначала вообще не придал значения, я думал, ну, что такое, все прекрасно. Но постепенно это стало все больше, как бы, таких знаков появляться. И, в общем, я понял, что Бог ожидает, чтобы, как будто Он говорит, что ты поработал на людей, ну, вот поработай сейчас на меня. И я понял, что нужно что-то решать и уходить. Я принял решение уйти из компании, а это тогда уже кризис намечался, вот в 2014 году и ближе к 2015. И люди мне, как говорили коллеги, ну, ты мазохист, тебе нравится страдать. А мы еще тогда ждали второго ребенка. И я помню, когда вот принимал решение, по городу ходил в два ночи в Минске и спрашивал у Бога, хорошо, а что вообще мы будем есть? И понимание такое было, что я тебя прокормлю. И вот там два или три раза повышали. Скажу, что следующие семь лет были очень тяжелыми. Вот с 2015 по 2022 год, я бы сказал, там два или три раза понижали. И я даже не понимаю вообще, как мы выжили на самом деле финансово. Но сейчас я вижу, что я вижу благословения, в том числе материальные. То есть сейчас мы прошли этот период, эту пустыню. И сейчас видим, что Бог устраивает. Благословения есть и материальные, и духовные, в семье. В общем, да, пришлось пожертвовать, но Бог провел, и Он оказался верен. Он исполнил, я вижу, то, что, как я понимаю, Он обещал. Спасибо. Алексей? Когда Сергей задал этот вопрос, я долго так размышлял и думал, чем нам пришлось с Аней пожертвовать. Я застал тот период, о котором брат говорит. И вы знаете, честно скажу, ребят, благодаря тому, что рядом со мной была сестра, спутница, которая поддерживала, с которой я, в принципе, каких-то моментов не боялся, то я скажу так, что единственное, наверное, чем пришлось пожертвовать, это отношениями, наверное, отношениями и моментом расставания таким с родителями. С родителями. Я сейчас поясню этот момент. Пришел момент, когда мы, трудясь в церкви, братья предложили нам поехать на миссионерский труд. Это был такой период не совсем простой. Почему? Потому что на работе, там, где я работал, мне предложили повышение с хорошей зарплатой. Братья предложили поехать на миссионерский труд. А родители, супруги, они получили документы и должны были уезжать в Германию на ПМЖ. И выбор вот такой был, что церковь говорила, уезжай, сможешь потом трудиться, помогать здесь. Шеф приглашал на новую работу. В принципе, никто бы не осудил, если бы мы остались трудно трудиться там. А вот, в принципе, так оглянувшись, у нас с ней, кроме нас, никого не было и ничего не было. Поэтому нам, в принципе, терять, сказать, что мы что-то потеряли, мы ничего не потеряли. Мы остались вместе и Господь вот так благословил, мы сделали выбор. И вот единственный момент, который остался там, это родители. Одни, которые уехали, другие, которые остались, но были на расстоянии, поэтому сложно было вот как-то общаться. Общаться не так часто удавалось приезжать, практически 200 километров. Честно скажу, что период о материальном мы совсем не думали. Наверное, сейчас бы я об этом думал больше, а тогда мы не думали. У нас было желание делать что-то для Господа. И когда такая возможность появилась, то мы откликнулись на это. Поэтому сказать, что там такое, наверное, не скажу сегодня. Здорово. А скажите, а что вас особенно радует в служении? Радует, радует, вдохновляет, когда ты видишь действия Божьи. Вспоминается, лет 7-8 назад мы проводили конференцию, мы участвовали в ней на молодежной конференции подобной, на Яна Райниса в Святой Евангелии. И у нас не хватило сахара. Вот мы смотрим, столы у вас здесь, все нормально, хорошо, но мы посмотрели, не хватает сахара. И такие сестрички молоденькие так вот, вот так пришли такие. Я говорю, сестры, кто из вас Ревека? Вот если спросить, поднимите руку Ревека, как вы думаете, сколько людей поднимет? Ну, такими именем вряд ли называют сейчас. И такие сообразили две девочки, две сестрички, говорят, я, я Ревека, я Ревека, что нужно делать? Я говорю, нужно за сахаром. Они говорят, сейчас бегаем, побежали. Знаете, вот как тогда, так и сейчас, если Господь замедлит и в будущем будет. В мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, ничего не изменилось. Но если в нашем сердце есть желание служить Господу, иметь с Ним близкие отношения, живые, потому что Бог наш, Бог, ухо которого не отяжелело, чтобы слушать, рука, чтобы не сократилась. Он желает, чтобы дети Его имели с Ним связь ежедневно и чтобы Он действовал, использовал нас как свое орудие. Меня лично это вдохновляет и очень сильно производит впечатление и дает желание дальше трудиться. Служить, иметь общение с живым Богом. Спасибо. Ну, тоже очень близко видеть Божьи чудеса. Это просто космос. Когда вот человек принимает крещение, которому ты рассказывал о Боге, это просто невозможно, то есть слезы. или когда люди говорят, что спасибо, ты меня вдохновил, и видно, что они растут, и Бог, ну, это, конечно, Божья заслуга, но и использует нас, несовершенных, и таких возможностей больше сейчас, когда в служении, чем если бы, допустим, оставаться на светской работе. Брат Иван говорил, что 14-го, начало 15-го года, вот он там был, я так думаю, это Господь тебя там задержал, потому что в это время мы строились, и я обращался к тебе, и ты давал скидки хорошие, вот это нужно было. Алексей? Наверное, мы говорим об ответах Бога на молитвы и на то, как Он проявляется, всегда вдохновляла и давала силы, во-первых, семья моя. Это однозначно, друзья мои. Я вам расскажу одну такую историю. Мы в небольшом городке трудимся, райцентр, и часть нашей жизни связана с сельской жизнью. Однажды мы с супругой, скажем так, управлялись, у нас есть корова, и в обед, когда мы ходили поить, доить с ней, стали свидетелями одной ситуации. Супруга обратила на это внимание, я пошел чуть вперед, когда она пришла, я увидел, что она переживает, и она мне рассказала, что сейчас стала свидетелем, там ребята играли, мальчишки, и мы знаем этих ребят, они из такой неблагополучной семьи, у нас сегодня такая появилась формулировка особ, и женщина, которая сшла, она так отрицательно, негативно высказывалась в сторону ребят и сказала, что тебе место там, где твоему отцу. мальчишки, скажем так, лет 9, а его отец, он еще с подросткового возраста по тюрьмам, и как результат, сегодня уже его нет в живых, он вернулся с очередного срока, какой-то конфликт вышел, и все, списали на самоубийство. А мы этих ребят знаем хорошо, они недалеко от нас живут. Я вам почему эту историю рассказываю, мы периодически их приглашали, и они стали ходить в воскресную школу. Знаете, что вдохновляет? В прошлом году этот мальчишка покаялся. Вот мир говорит, что тебе место там, а Бог говорит, что я люблю тебя. И он меняет вот эти судьбы этих людей. И когда ты свидетель этому всему, вот это реально вдохновляет. Вот. Ты видишь, что Бог это делает не раз и не два, Он это делает каждый день на любом месте. Мы об этом слышим, но когда это видят наши глаза, и это проходит через наше сердце, это совсем по-другому воспринимается, друзья мои. И то, что вы здесь сегодня из разных мест, здесь написано Минск и Минской области, сегодня другие области называли. мне задают вопрос, а почему они здесь присутствуют. Вот это и вдохновляет. Несмотря на то, что там написано, есть другие. Это вдохновляет тоже, друзья мои. Спасибо, здорово. Коротко еще только, вот Алексей коснулся, что его вдохновляла семья. Молодые люди, ну, часто просто сталкиваешься, они ходят в церковь, они служат, потом встретились парень с девушкой, женились и опа, они куда-то пропали. Как семья влияет вот или влияла вот в начале или вот сейчас на служение у вас, конкретно в вашей ситуации? Когда мы женились в Брестской области, вот такая церковь небольшая, и там было принято, что все люди приходят по умолчанию на свадьбу. И наши люди, церковь молодая такая, они говорят, видят своих знакомых, говорят, пойдем с нами на свадьбу, на какую свадьбу? Ну, на евангелизацию, пойдем, ты так все увидишь. И пришло столько много людей, мы так сидим с женой, ты вот этого знаешь? Нет, а ты тоже первый раз вижу. А этого? Меня мать, мне верующая встречает, говорит, сынок, сади своих гостей хоть на голову, я не знаю, как их разместить. Ну, так получилось, что все разместились, все так было хорошо, и так смотрим, кто-то радостный, так у него аппетит хороший, так все. Говорит, а этого ты знаешь? Говорит, нет, не знаю. Ну, хорошо, такой интересный человек. Вот, у нас был такой лозунг, а мы будем благословлять Господа отныне и вовек, служить Ему. То есть, то, что мы желаем, с чем мы соглашаемся, что мы провозглашаем, то оно и есть в нашей жизни. Вот, мы все хотим, чтобы огонь благословения присутствовал в нашей жизни, но Бог не посылает его на пустое место, должна быть жертва. Когда мы готовы платить, Господь обильно благословляет, и это несравненно больше, несравненно лучше. Спасибо. Похоже, что Бог заранее уже начал готовить, вот, ну, вот, у нас. И потом мне супруга рассказала, что она поступала в библейский колледж, когда поступала, и у нее спросили, а зачем ты поступаешь? Она сказала, хочу быть женой пастора. И вот, те, кто сидели в приемной комиссии, в том числе Виктор Никодимович, они так дружно посмеялись все, говорят, ну, ты не знаешь, чего ты просишь. Вот, но потом, кстати, я вот должен вам, Женя пришла, вот, Вифлеем, когда приехала в Минск, и вот, так что, вот, супруга из Вифлеема. Потом, когда мы женились, у нас, значит, до первого ребенка, где-то два с половиной, три года было, и мы, как я говорил, что было, в принципе, можно было жить на мою зарплату, и мы подумали о том, чтобы она пошла волонтером, уволилась, пошла волонтером в церковь. И вот, как только мы так подумали, мы забеременели первым ребенком. И потом длительный, ну, естественно, уже там не до волонтерства, там другие задачи были. И трое детей, семь лет декрета. Как бы этот вопрос, он на паузу стал, но я сейчас, я даже не думал об этом, но сейчас я вижу, что она как волонтер в церкви. Она помогает, вот, Алене, даже не административе, старшего пастора, и там ведет домашнюю группу, и вообще очень так, ну, в полной мере поддерживает меня, и в церкви, и даже чуть-чуть в служении, в объединении. Ты добавишь? Или нет? Если чуть-чуть только. Знаете, ребята, я очень рад, что дважды за меня выбор делал Бог. Первый раз, это вопрос, когда касался свадьбы. Второй раз, когда мы ехали на труд миссионерский. Я кратко попытаюсь объяснить. Группа молодежи верующих приехала в Гродно для того, чтобы основать новую церковь. Я был первый, кто пришел из мира и покаялся там. На тот момент в церкви было всего лишь две сестры. Вот. Одна из них моя супруга. Поэтому у меня не было такого выбора, как у многих молодых людей, поэтому я долго не терялся. Вот. Бог за меня сделал этот выбор. Поэтому я говорю, что семья для меня является благословением. И второй раз Бог делал за меня выбор, это место, где трудиться. Когда предложили уже места, были все разобраны. Такие, скажем, престижные, красивые, все остались карелищи. И мы поехали туда. Это действительно благословенное место. Бог выбрал для того, чтобы мы там трудились. И моя супруга всегда в этом вопросе поддерживала. Она первый раз ехала туда, когда мы ехали смотреть квартиру. а второй раз она приехала, когда мы уже все сказал, мы здесь будем жить. И мы полюбили это место. Она всегда поддерживала, всегда вдохновляла. И по сей день она такой вот замечательная помощница в этом. Хотя иногда бывают трудности, бывают всякие вопросы. Спасибо. Мы еще несколько минут времени займем. Все-таки, если мы на молодежной конференции, вопрос, в каком возрасте ребятам стоит задуматься над служением? Если все-таки они задумались, кому пойти за советом каким-то? И вообще, ну, как узнать Божью волю в этом вопросе? Тоже коротко, братья, потому что наше время уже вышло. Апостол Павел говорит, когда Бог к нему проговорил, то он не стал советоваться с кровью и плотью. Он пошел, куда его Господь призвал. Знаете, у нас есть привилегия, что есть авторитетные братья, сестры, которые любят нас, которые знают нас. И, конечно, когда обращаешься или к одному, или ко второму, или сразу несколько, и самое главное, называешь Господу, и ищешь воли Божьей, Господь ответит, через этих людей или верующих наших, или через какие-то обстоятельства. А Бог отвечает обязательно. Отвечает да, нет или подожди. Поэтому нужно запастись, если что, терпением и быть уверенным, что Бог обязательно ответит. Спасибо. Присоединяюсь тоже, согласен. Я думаю, что когда начинать, вот как только услышали, как только осознание пришло, что Бог ожидает от нас служения. А я верю, что у каждого, написано в Ефесянам, что дает каждому дары, есть у каждого дары, и мы ответственны, чтобы их развивать и служить ими для созидания тела церкви. Ну, естественно, что каждый орган, он какой-то, ну, он дополняет тело, поэтому я верю, что нет таких, которые могут просто сидеть. Кроме того, что в первую очередь слушать Бога, советоваться со служителями, я бы сказал, что еще есть такие инструменты, которые помогают понять, в каком направлении или какую область служения можно выбрать. Есть некоторые вопросы, вот чем бы вы занимались, в чем ваша страсть, чем бы вы занимались, если бы не нужно было зарабатывать деньги в церкви, что бы вы делали. И это то, возможно, что положило вам Бог на сердце, такое есть. Есть такие моменты, как что у вас получается хорошо, что вам нравится. И что другие люди говорят, что у вас хорошо получается. Вот такое. Можно просто пост брать и действительно спрашивать, в первую очередь, Бога, какое его водительство. И он найдет способ, как донести до нас, какова его воля. Спасибо. Немножко дополню. Друзья мои, вы все слышите призыв из уст служителей, братьев из разных мест, что где-то в ком-то нуждаются. Служители всегда об этом говорят. От простых пасторов до областных и братьев союзного значения. Когда вы слышите, не закрывайте свое сердце, начните молиться. Подойдите к родителям. Они обязательно вас поддерживают в этом и будут молиться за вас тоже. А потом уже идите к служителям. А Господь там дальше будет устроять все. Главное, что не закрывайте сердце, когда будете слышать призыв. Аминь. Спасибо большое, дорогие братья. Наше время вышло, да, к сожалению. Спасибо. 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 Спасибо.